Добрый день дорогие друзья! Вы находитесь на канале Smokers Magazine и мы продолжаем наши сигарные дегустации. Сегодня мы поговорим о сигарах Charotan. Сигары House of Edgewood Charotan крутятся вручную в Estelle. Это в Никарагуа и выпускаются в шести форматах. Черчилль, Корона, Петит Корона, Панателло, Димитасе и Робуста, о которой мы и поговорим в этом обзоре. Сигары обернуты в табачный лист, выращены в Индонезии. В качестве связующего листа использован табак безуки, также из Индонезии. Начинка сигар состоит из табака, выращенного и собранного в Никарагуа. Вообще, в сердцах многих турбокуров такие названия, имена как House of Edgewood, Фредерик и Рубен Харатьян заставляют учащенно биться сердца. Ну как, скажите, можно пройти мимо сигар с таким именем? Я уже делал обзор этих сигар формата Панателло. Теперь же, под мой пристальный взгляд, попала и Витола Charotan Robusta. Сигары скручены аккуратно и внешне выглядит очень неплохо. Однако скрутка плотная. И если мы обычно говорим, что в скрутке встречаются провалы, то здесь, напротив, встречаются уплотнения. Покровный лист светлый, бархатистый, в аромате узнаются сладкие пряности, кожа, немного лакрицы, тяга затруднена, в холодной тяге доминируют травянистые ноты. В плане аромата старт у сигары довольно приятный. С явным лидерством карамели и орехов и мягким боке кожи и кедра. Если у одной из сигар были серьезные проблемы с тягой, то сейчас эта проблема довольно быстро ушла. Сигара сразу дает хорошую крепость, а во вкусе ощущаются древесные ноты и немного орехов с травянисто-горьковатым фоном. К началу второй-трети ненадолго мелькнула и исчезла густая медовая сладость. На смену ей пришли пряности с несильными кофейно-шоколадными нотами, но на фоне активной пряности травянистый привкус кажется несколько назойливым. К финалу сигара подходит довольно ровно. Время от времени проявляет себя густая сладость, но ее совсем немного. Все внимание перетягивает на себя перец и общий пряный тон. Казалось бы, у сигары есть все задатки произвести неплохое впечатление. Хороший, насыщенный аромат дыма. Вкус рисковат, хотя местами интересен, но встречающиеся проблемы с тягой могут омрачить знакомство с этой сигарой. Единственное, что удается получить в такие моменты, это травянистая горечь с пряной остротой. Набор, согласитесь, не самый интересный. Хотя, повторюсь, сигара может быть интересной, если попадется нормальный экземпляр. Пожалуй, мне больше нечего добавить. По факту двух выкуренных сигар сложилось такое вот мнение. Если видео оказалось для вас полезным, ставьте палец вверх. Обязательно подпишитесь на обновление канала, чтобы не пропустить выход новых сигарных обзоров. Спасибо за просмотр и до встречи на канале Смокерс Магазин.